Гордился этим делом Не мучился, не прятал, не страдал Не раскаивался, не скрывал Гордился И этим своим великим подвигом Гордился и принял Как это может быть? Чикатило? Нет Совсем не Чикатило, обычный человек Он после этого людей убивал, резал Да ничего подобного Ничего в его биографии об этом не говорил Чикатило, Малюта Скуратов Там, я не знаю, Эрнстрем Гейдрих Ничего подобного Обычные, мирные-то Как же это может быть? Как? Ответ очень прост Он лежит на поверхности Есть такие вещи, в которых раскаяться нельзя Есть такие вещи, которые простить себе нельзя Невозможно И если ты не можешь в них раскаяться То остается только ими гордиться Здравствуйте, уважаемые слушатели Мы бы хотели бы сегодня поговорить Об событиях 17 июля 1918 года То есть об убийстве императора Уже отрекшегося его императрицы Семьи Лейб-медика Слуг Которое произошло в Ипатьевском доме Потому что это событие Безусловно, в череде Жутких преступлений Убийств Множества людей Оно носило с собой еще большой Символический характер И раз уж я упомянул про Николая Александровича Давайте мы скажем и об этой истории Которая очень сейчас считается чуть ли не главной Если школьника, вы спросите Что он знает про гражданскую войну Сказать, царя убили Это он знает В то время это такого эффекта близко не имело Но, тем не менее, об этом, конечно, очень много говорили Да Дело в том, что Тут между делом Как бы оказался под ногами Ни много ни мало Николай Александрович Романов И вся его семья То есть Императрица Александра Федоровна Великие княгини Ольга Татьяна Мария Анастасия И цесаревич Алексей И еще их там свита Вот И их сначала Как бы сослали в Тобольск То есть они были в Тобольске Кстати Пока они добирались в Тобольск Они, собственно, посетили Село Покровское Небезызвестное В котором родился Григорий Распутин Вот То есть императрица Александра Федоровна Даже подошла к дому Распутина Уже давно умершего Вот И Как бы Из Тобольска Их переместили В Екатеринбург Это по-хорошему нам надо было бы Отдельный целый выпуск записать Посвященный этой истории Тоже непонятно Чего их таскали с места на место Это ж не золотой запас Вряд ли Его кто-то мог украсть Царь это носитель старой легитимности У большевиков Чего их с места на место-то гоняли Но считалось, что надо их Немножко поближе То у Троцкого была идея Судить царя Вот Он об этом говорил Но для этого надо в Москву его везти А не в Тобольск Ну вот его потихо и перевозили Из Тобольска в Екатеринбург И из Екатеринбурга Дальше должны были отправить в Москву То есть сначала его из Петрограда Отправили в Тобольск Да Ну еще его сослали там Во времена временного правительства Он же считал, что его поселят в Ливадии В смысле, что Николай Александрович в этом смысле Был исключительно наивный человек Он думал, что он будет жить Как частное лицо в Ливадийском дворце своем Ему отдадут этот чертов дворец И будет он там жить Ну вот Ну с Поклонской, да Вот и потом Нежданно-негаданно Как Поклонскую в Кабовердо сослали Так его в Тобольск Тобольск Началось Петрограда временно И отправило в Тобольск Ну тут отдельная история Замечательных английских родственников Ладно, это понятно Да Английские родственники не хотели его принимать Потому что Они боялись В общем непонятно, чего они боялись Они боялись, что ли баристы Которые очень плохо относятся к царю Будут возражать, что его отправили в Англию Ну ладно, допустим Но почему его не приняли гораздо более близкие Датские родственники Это вообще уму не постижило В Дании Значит, королем был его родной дядя Почему он его не принял Почему они вообще не обсуждался вопрос О их эвакуации в Данию Это Это уму не постижило Ну, кстати Царь Николай Александрович Находясь в Тобольске Он ведь узнал И О том, что Он всячески был душою с генералом Корниловым Ну и естественно Корниловский мятеж Несмотря на то Что Корнилов арестовал царскую семью Ну, выбирать-то было не иского Между Ульяновым Керенским И Корниловым На какой выбор Естественно, Корнилов Но мне непонятно другое Если была идея Его судить Аля, значит Суд над Людовиком XVI В Париже Ну, это Троцкий этим промышлял Да То какого черта было тащить его из Тобольска В Екатеринбург Вместо того, чтобы отвезти прямо в Москву Зачем такие сложности? А на чем? Его можно отвезти Как бы посадив в вагон И перевезя как бы в Москву И где-то, по всей видимости Тут очень много версий у разных историков Как бы перемещения Во-первых, его нужно было Его прикрутили к Екатеринбургскому в ЦИК Точнее, особо уполномоченному в ЦИК Василию Мячину такому Яковлев его фамилия была Этот Мячин его Мячин или Яковлев? Ну, Мячин это псевдоним Яковлев это псевдоним, да Этим всем делом вообще рулил Свердлов Этот комиссар Как бы А что его в суд не отправили? Непонятно А как? Самолетов-то нет Зачем самолетам? На поезд посадить? Так вот, чтобы его посадить на поезд Его надо из Тобольска перевезти в Екатеринбург В Екатеринбурге его Мячин должен был посадить в вагон Да, потому что из Тобольска железной дороги Но из Екатеринбурга-то можно? Из Екатеринбурга можно, но к тому моменту, как его довезли до Екатеринбурга Нежданно-негаданно восстание Чехословатского корпуса То есть они отрезали Екатеринбург? Да Они отрезали Екатеринбург И как бы про этого царя немножко забыли Про него вспомнил Про него помнил только сам Мячин Который телеграфировал как бы Свердлову Вот И Свердлову он писал А что делать вообще? Что делать как бы с царем? И, соответственно, решение было только одно Если судить его нельзя Кстати, считалось, что Троцкий очень протестовал Как бы против идеи просто взять и пристрелить царя Потому что, ну, хотелось суд там как над Людовиком Померяли-то Это дело, поскольку о нем, его дико распиарили И найти концы невозможно Дело это, очевидно, темное Значит, ну, первая понятная вина Ну, приказ об убийстве царя, по-видимому, исходил от Свердлова Свердлов-Ленин Свердлов-Ленин Хотя, значит, никаких бумаг на эту тему, естественно, нет И никаких письменных улик на эту тему, естественно, нет С другой стороны Как известно, Николай II был не первый Романов, которого убили за несколько дней до его убийства Значит, убили его брата То есть, на самом деле, формально последнего императора Михаила Романова Михаил Романов жил где-то неподалеку от них По-моему, в Мотовелихе, если я не ошибаюсь Ну, да И там еще было убийство Елизаветы Федоровны Жены Это после, по-моему Первым убили Михаила, вот это точно По-моему, Михаил был сослан Значит, если я не ошибаюсь Он был сослан в Мотовелиху Тут уж точно Ни Свердлов, ни Ленин, ни Сном, ни Духом Потому что известно, что это был самосуд Местных рабочих Ну, главным был Мясников такой Тоже очень интересная личность Георгий Мясников Значит, большевик Рабочий реальный Да, один из немногих рабочих Да, он собрал отряд Этот отряд приехал Захватили они, значит, Михаила Увезли его из того дома, где он жил И убили Мясников всю жизнь этим делом гордился Очень считал это своим Революционным подвигом И ни с кем он это не согласовал Значит, Мясников, кстати, сказать Потом Переписывался Он потом, значит, стал оппозиционером Переписывался с Лениным Писал, что надо теперь Ну, в 21-м году Значит, теперь нам надо Дать полную свободу слова Всем партиям разрешить, значит Участвовать в выборах, там, включая Ну, не всем, но меньшевикам, эсерам Ну, понятно, что, в общем, чем дальше Тем больше он отходил от линии партии В конце концов его Я вот боюсь наврать Я когда-то интересовался его биографией Его, по-моему, выслали из Советской России Вот Да, выслали В общем, он жил во Франции Это точно, совершенно Он жил во Франции Он участвовал Дожил до войны Во время войны он участвовал В движении сопротивления Он в 45-м году умер В 46-м Не, написано в 45-м Вроде бы его вернули Не то он сам вернулся Не то его вернули В Советский Союз И тут, как я понимаю, его расстреляли Вот вроде так Ну, это надо отдельно посмотреть Но, по-моему... Тут пишут, да Что, получив приглашение Советского посольства Он возвратился в Москву 17-го января 45-го года Был арестован 24-го октября Был расстрелян 16-го ноября Похоже на правду, да Вот такая вот тоже Интересная очень Он книгу написал Там и про Михаила И так далее Поэтому Был ли Учитывая опыт Михаила Был ли приказ Об убийстве царя Послан От Свердлова И Ленина И этот приказ был уничтожен Потом Местными, значит, большевиками Или это был устный какой-то приказ Или они сами На свой страх и риск Решили эту проблему Как я понимаю Это вопрос до сих пор До сих пор достаточно открытый Ну, понимаете Тут какое дело было Что изначально Там был у них комендант Авдеев Когда их заключили В мае их заключили В дом Ипатьева 23 мая Потом Авдеева Убрали Авдеев Вообще Надо понимать Что к ним До вот момента заключения В Ипатьевский дом Относились Достаточно лояльно И все-таки Наверное Действительно Была мысль Их судить Потом Заменили Коменданта Вот этого Ипатьевского дома На Якова Юровского Это Член коллегии Уральской ЧК Вот И там же Собственно Юровский Войков Как бы Они Принимают Войков Или Войков Войков Петр Войков Это Вот Петруш Вот Они В любом Случае Это Дело Санкционировали То есть Ну Юровский Просто Отдал Приказ Расстрелять Царскую Да Вот Действовали ли они По приказу Из Москвы Или по собственному Революционному Разумению Это Вот Вопрос Неясный Ну Я Полагаю Что все-таки Ну Как сказать Юровский Действовал Не на свой Страх и риск Потому что Ну Навряд ли бы Это бы Такую Инициативу Это уж Очень серьезный Вопрос Он наверняка Знал Вели Сами Ничего Ну Как Михаил Не Николай Понятное дело Да Ну вот Но на самом деле Все это тоже Нужно судить Ну хорошо Судить можно Николая Александру Федорову Детей-то судить нельзя Они-то в чем виноваты Детей было судить нельзя Нельзя Следовательно Если их Так сказать Отпускают На все четыре стороны Ну Потом Девочек И мальчик Потом Сталин Разберется с ними Да Нет Ну как Вот Их привезли в Москву Их судят Николая казнили Александру казнили Абсолютная калька С французской революцией Хорошо Но остались дети От Людовика XVI Остался сын Их вышлет Которого Отдали В обучение Какому-то Сапожнику И он быстро умер Тут остались Пять Девочек И мальчик Значит Проблема у большевиков Была в том Как я понимаю Четыре девочки Четыре девочки Что они могли бояться Что Эти Дети Станут Так сказать Знаменем Для Монархистов Что они Могут Претендовать На то Что они Легитимные Наследники Тут же Проблема Легитимности Временное Правительство Как мы Тысячу раз Проходили Нелегитимно Никто его Не выбирал Большевики Тем более Нелегитимны Сами к власти Пришли Учредительное Собрание Вроде бы Легитимно Но его Разогнали И собрать По новой Его практически Невозможно Слишком много Депутатов А тут Вроде Как бы Легитимные Наследники Это Видимо Большевиков Могло пугать Хотя Если Они Соображали А уж Ленин Точно Соображал То Они должны Были знать Что Все Сентименты Которые Сейчас Есть В телепередачах По поводу Царя В девятнадцатом Году Полностью Отсутствовали И Возвращение Романовых На трон Сама идея Что Романовы Могут Претендовать На трон В девятнадцатом Году Для большинства Населения Уже Казалось Такой же Дикой Как сегодня Показалась бы Идея Что вот этот Георгий Гагенсолер Или как его там Зовут Значит Ну Этот парень Последний Так сказать Романов Из Кирилловичей Да Из Кирилловичей Будет претендовать На роль Президента России Ну вот примерно Как-то так Или царя Романовых Перебили Как известно Всех В Петрограде Убили Всех Романовых Которые там Жили Там об этом Смешно Ну не смешно В общем писала Зинаида Гиппинс Что значит От них требовали Прийти и зарегистрироваться И вот Говорит Смешная картина Что Романовы Они высоченные Все Николай был маленький Остальные Дылды Такие Высоченные Они значит Приходят На Гороховую Где находилась Петроградская ЧК Кланяются Урицкому Председателю Петроградской ЧК Который был Очень маленького Роста И значит Получают Из его рук Какие-то там Бумажки Но бумажки Не сыграли Никакого значения Их всех Кто был В Петрограде Расстреляли Спаслись Только те Романовы Которые бежали Именно на юг В ту самую Левадию И оттуда Перебрались Во Францию Ну хорошо Значит Что же Собственно говоря Вот если бы Белые захватили Императорскую корону На двух ногах Николая Александрович Вот этот Золотой запас Вы имеете ввиду Чехи Или Комучисты Не совсем Как бы корректно Их белыми называть Ну хорошо Комучисты Комучисты Он вообще был не нужен Им-то зачем Чешским Они вот так же Были бы арестовали И все Ну Чешским королем Что ли его сделаешь Что с ним сделать А Комучисты Могли Да Могли его захватить Комучисты Это в основном Эсеры Которые к царю Относились Ничуть не лучше Ну да Стоит вспомнить Начало 20 века Когда они там Взрывали их Взорвали его Между прочим Дядю Так Ну ладно Захватили Что они С ним делать Будут Значит Если они Комучисты Или Колчак Пожалуйста А Колчак Это другое Я понимаю Даже возьмем Более правого Колчака В общем Любая группа Которая объявила бы Царя своим знаменем Могла сказать Что она сама На это знамя На древко Этого знамени Просто села В буквальном смысле Слов Ну предельно Был непопулярен Царь Да Достали народ И большевики И хаос Этот Все достало Но царь Ну Не говоря уже о том Что Николай Никогда в жизни Не согласился бы Естественно Никогда в жизни Быть никаким Знаменем И никаким Царем Уж чего Чего Как говорится Я свою смену Отстоял Что бы там ни было Но он Если он цеплялся За власть Из чувства долга Из того сего Пятого десятого До Февраля Семнадцатого Года То После этого Он конечно Ни ничто В его дневниках В его переписке Даже Намека не дает На то Что он хотел бы При любых условиях На любых основаниях Вернуться к власти Даже Александра Федоровна Гораздо более Глестолюбивая И своими там Безумными идеями Конечно Этого не хотел Поэтому В отличие от Золотого запаса Царь с короной В составе Был бы только Балластом Для любой Власти Это вот Именно Корона Без ручки Разница Знаете Носить невозможно Разница Знаете В чем я вижу Между тем Чтобы его захватили Комучисты Там С чехами От того Что его там Захватили Большевики Разница была бы В том Что Детей бы Ни комучисты Ни чехи Это только Большевистское Ноу-хау Как бы Член Изменит Был политический Страх Перед тем Что царя Захватят Политический Страх Это был страх Предельно Глупый А это Опять Это вот Одна из фишек Большевизма Сформировавшаяся Еще тогда Что сын За отца В ответе Сколько Вообще Советская власть Сгноила Ни в чем Абсолютно Не при делах И детей И родственников Как бы Еще Акмолинский Лагерь Жен Изменников Родины Был не построен Но тем не менее Все предпосылки К этому Начиная С Николая Александрович Это то Что можно назвать Доброй советской Традицией Гноить родственников Да Но это даже Не только Добрая советская Традиция Это добрая Российская Традиция Простите А как обошлись Значит Казаки В смутное Время С Мариной Мнишек И с Ее сыном Наследником Значит Лжедмитрия Их просто Разорвали На куски Хотя Ему там Было Вообще Год Что ли Ну Варенок Да Это добрая Традиция Значит Пугачевщины Это даже Не большевизм Это традиция Пугачевщины И вот этого Самого Бессмысленного Беспощадного Ну просто Большевизм Эту традицию Пугачевщины Как бы Сделал В полном Объеме Да Я думаю Что Ни Комучевцы Ни тем более Чехи Конечно бы Их пальцем Не тронули Ни Николая Не тронули Ни уж тем более Абсолютно Ни в чем Не повинных Ни сном Ни духом Вот Это убийство Значит В чистом виде Это конечно Одно из масс Убийств Семей Которые Во время Гражданской войны Были убиты Сотни тысяч Семей В основном Евреев В Белоруссии В Украине Это такое Погромное Убийство Убивают Срослых Убивают Детей Убивают Больного Ребенка Убивают Значит Лакея Убили Врача Это вот Так вели себя Настоящие Погромщики На Украине Там В других Местах Вот все эти Значит Григорьевцы Там Григорьевцы Петлюровцы И так далее Это такое Классическое Погромное Убийство И в этом смысле Да Большевики Шли в русле По традиции Вот этого Дикого Погромного По традиции В русле Вот этого Всего Всей этой реки Крови Гражданской войны Да Но что интересно Значит Вот два Так сказать Одно Это то Что Бунин Пишет Что он С трамвая Кто-то прочел Значит Про убийство Царя И он Он ехал В трамвай В этом трамвае Не было Ни комиссаров Ни Наверное Евреев Не уж точно Китайцев Обычные Средние Москвичи Русские люди И ему было Страшно Интересно Кто Как Отреагирует Гробовое Молчание Никто Ни слова Ни сочувствия Ни возмущения Ни радости По поводу того Что убили Народ Безмолвствует Заключительная Сцена Бориса Годона Да И второе То что я Прочел Значит Ну известно Что командовал Расстрелом Значит Юровский Но убивали Да Но это естественно Породило Соответственно Очередной Кровавый навет Что вот Евреи Ритуальное убийство Там Вплоть до того Что когда Значит Расследуют То самое Нашли Костя Романовых То РПЦ Нашли их в 90-е годы Это важно отметить Что до 90-х годов 20-го века Нашли по-моему В 97-м году Если я не ошибаюсь Где-то так РПЦ Со всем своим Христианским Человеколюбим Значит Не признавало Долго этого убийства Почему Потому что Нет признаков Ритуального убийства Им было нужно Ритуальное убийство Что вот Значит Кровь там Выпили Надругались Какие-то вот Такие вот Из самого Паршивого Дешевого Трэшевого Сериала Про Фредди Крюгера Им было нужно Что вот Значит Ритуально Убили РПЦ Очень об этом Мечтала Но Как говорится Мечты не сбываются Не было Ну его Ну его Мерти Человеком Человеком Страстотерпец Мученик Николай Страстно Любил Свою Семью Кого он Любил В этой Жизни Так он Любил Своих Детей Действительно Прекрасные Красивые Здоровые Нормальные Дочери А еще Больше Он любил Этого Несчастного Больного И так далее Любил Жену И на его Глазах Их Убивают Это не Мука Это так Одно Удовольствие Подумаешь Убили Нет Вы нам Их Расчлените На куски А еще Лучше Съешьте Вот тогда Будет Как надо Так что ли Какой-то Ну я Просто у меня Слов нет Чтобы описать С точки зрения Неверующего Человека Степень Безумного Некрофильского Садизма Который Значит Ну кроме Здесь еще Очевидный Подтекст Конечно Что это Вот Должно Было Быть Ритуальное Убийство А вот Ритуальное Убийство Не получилось Хотя Во главе Стоял Значит Юровский И так далее Ну вот Остальные Значит Убийцы Были Не Евреи Не Венгры Не Латыши Не Китайцы А самые Обычные Русские Солдаты Ну вот Но это ладно Это присказка А сказка вот какая Не помню где я это прочел Но на меня Произвело впечатление Что в 60-е годы То есть через 50 лет После этой истории В какой-то музей По-моему В Свердловске А может даже В Москве Приперся Некий Значит Очень Благообразный Такой Мирный Тихий Старичок От Портфель Вынул Из портфеля Штык И сказал Что вот Я тот Красноармеец Который Этим Штыком Сам Лично Заколол Алексея Романова И вот Я хочу Этот свой Бесценный Дар Эту бесценную Реликвию Передать Значит В музей Ну я не знаю Приняли они Эту бесценную Реликвию Или не приняли Это Честно сказать Не прощу Но меня поразило Точнее В первый момент Поразило А потом я понял Значит Он 50 лет Гордился Этим Делом Не мучился Не прятал Не страдал Не раскаивался Не скрывал Гордился Гордился И этим своим Великим Подвигом Гордился И принял Как это может быть Чикатило Нет Совсем Не Чикатило Обычный Человек Он после этого Людей убивал Резал Да ничего подобного Ничего подобного Ничего в его биографии Об этом не говорил Чикатило Малюта Скуратов Там я не знаю Значит Эрнстрем Гейдрих Ничего подобного Ничего подобного Обычные Мирные Как же это может быть Как Ответ очень прост Он лежит на поверхности Есть Такие вещи В которых Раскаиться Нельзя Слишком страшные Да Он просто Убил Ребенка Он не убил Там В этих вещах Реально Раскаялся И если Ты не Чикатило Не там Ты 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 А обычный Человек То после этого Ты руки на себя наложи Есть Такие вещи Которые Простить Себе Нельзя Невозможно И если Ты Не можешь В них Раскаяться То Остается Только Ими Гордиться Третьего Не дано Но есть Еще Отмазка Которую Значит Все Палачи Приказ Приказ Есть Приказ Но Вы меня Извините Во-первых Такого Приказа Не было Если уж Так Говорит На бумаге Его Не было Во-вторых Есть Приказы Приказы Вот Приказа Убить Штыком Смертельно Больного 14-летнего Мальчика Но Не бывает Таких Приказов Не научились Такие Приказы Писать Убивали Сколько Угодно Все Эти Еще Раз Говорю Значит Сколько Таких Мальчиков Убили На Украине В Беларуси Кстати Отнюдь Не только Евреев Любых Сколько Их Перебили С присвистом С посвистом И Каждый Кто Убивал Ну Они Говорили Ну Как Ну Это Война Ну Это После Боя Ну Это Значит Толпа Ну Мы Были Пьяны Но Тут Этого Нет Боя Нет Толпы Нет Совершенно Не Пьяны Абсолютно Трезвые Никаких Отмазок Нет Просто Ты Сам Своей Рукой Как Быть Гордиться Или Гордиться Или руки На себя Наложить Для меня Вот Такое Объяснение Потому Что Жить Сознанием Что Ты Совершил Вот Такое Ну С другой С другой Стороны Ну Вот Как Все Эти Значит Бесконечные Палачи Которых В 30-е Годы Были Тысячи Ведь Если Убили Почти Расстреляли Почти Миллион Человек То Соответственно Палачей Были Тысячи Если Не Десятки Тысяч Ну Да Детей Они Все Таки Обычно Не Расстреливали Хотя Расстреливали Хотя Расстреливали Например Значит Один Из Главных Сталинских Палачей Такой Был Фриновский Зам Наркома Зам Ежова Да Зам Ежова Его Расстреляли Ну Расстреляли Туда И Дорог Жену Расстреляли Ладно Сына Расстреляли Он То Чем Виноват Ничем Взяли Расстреляли Тоже Ему Было Лет 15 То Михаил Петрович К чести Его Расстрелял Огромное Количе Ну Не собственноручно Отдавал Приказы И Петрович То Ясно Но Сын Его Ряд ли Кого-то Расстрелял Сын Его Никого Не Расстрелял Да И Это Абсолютно Отвратительное Бессудное Убийство Это Такое же Точно Бессудное Убийство Как Все остальные Бессудные Убийства У которых В России Было Как Грязи Ну Понимаете Мы Встаем Людей Которые Это Совершают Легко Но Это Убийцы Не обязательно Должен быть Прям Чикатило Лично Чикатило Ну Меньшего Масштаба Но Это Люди Которые Убивают Легко Но Палачи НКВДшные Многие Из них Были Конечно Маньяки Садисты Безусловно А многие Были Самые Обычные Люди А что Ну Человек И человек Ну Как То же Они Это Дело В себе Переваривали Ну Понимаете Вот Всему Начало Было Вот Этот Джин Из Бутылки Это Начало Массового Насилия Вот Насилия Первой Мировой Войны По-моему Насилия Масс Революции Оно же Все Снижает Планку Понимаете Человек Животное Стадное Он Ориентируется Михаил Петрович Ориентировался На Николая Ивановича Вот Николай Иванович Это Чикатило Я думаю Ну Я говорю Про Ежова Никто Об этом И Не спорит Но Михаил Петрович Мог не быть Чикатилой Но он же Смотрит Что делает Его сосед И так Человек Устроен Очень легко Человека В свинью Превратить История Бесконей Да Это В каждом Человеке Сидит Свинья Моя Задача В том Чтобы она Хрюкала Как можно Громче И по Приказу Слова Которые Приписывают Одному Из Чикатил 20 века Значит Рамуда Значит Но Понимаете Эта история Бесконечная Так можно сказать Что все началось С Кайна и Авеля Нет Достаточно Вот Если Сейчас Было бы Что-то Вроде Первой Мировой Войны Не дай бог И постепенно Это привело К Одрехлению К обрушению Всех Социальных Систем То вы бы Очень быстро Удивились На что Способен Ваш сосед Я бы Не удивил Вот Но В общем Об этом Опять таки У меня теперь Любимая Приск Об этом Мы еще Будем Говорить Будем Конечно Вот этот Дух Соединения Безумной Идеологии Гражданской Войны Превратить Войну Империалистическую Войну Гражданскую Это слова С большим Смыслом Вот Всю ту Бесчеловечность Ненависть Кровь Беспощадность Которая была там Мы ее перенесем Внутрь Это Ленин Это Ленин Всем чикатилом Чикатилом Свою он очень ценил Понимаете Вот Ленин Как мне казалось Нифига Своей жизни Вообще Такие люди Еще и как А что тогда В разлив удрал Ну и пошел бы К винтерам Вышел бы к ним Вот он я Берите В разлив Он срулил Потому что Так велели То что Ленин Любил называть Интересы дела Вот Правильно Вот это вот Идеологический Маньяк Который Ну там Можно долго спорить В чем была идея Утопических Веря в утопические Теории Или просто идея Своей Власти Своего Дара Тварь я дрожащая Или значит Право имею Ось Земную Мы сдвинули Без рычага Изменив Направление Удара Это Отдельная история Но то что Идеологические Маньяки Это конечно Да собственно говоря Гитлер Нет никаких Свидетельств О том Что он лично Был вот таким Лично садистом Вот про других Есть Про Гиммлера Есть Про Гейдриха Есть Про Рэма Слишком есть Про многих Есть А Ленин и Гитлер Очень похожие Фигуры По такому Прототипу Идеологический Маньяк Вот точно Все знают Что ты Вегетарианец Но не всем Известно Что ты Ковроед Ковроед И при этом Значит Идея Ну ладно Это мы как говорится Далеко уехали Но просто Я хочу сказать Что при всей Распиаренности И нелепости И значит Безвкусице Всего этого Всего этой свистопляски Вокруг царя Тем не менее Вот это вот Убийство Убийство семьи Не убийство царя А убийство семьи Оно Оно Конечно Это символ Это символ Кстати сказать Особенно Тоже Удивительно Что в наше время Люди Воспринимают Убийство царя Вот я Говорил со многим Убийство царя Убийство царя Кстати Значит Когда было Захоронение Романовых То приехали Представители Семьи Романовых И Там нету Главного У них значит Отсутствует Они покончили Раз навсегда Со всеми идеями Относительно Там Значит Наследие Престол и наследие Это все Нет Но есть Председатель Семейного союза Семьи Романовых Такой Как ни странно Его звали Меня поразило Но так звали Роман Романович Романов Удивительно Такой Средний Значит Буржуа Европейский Вот По русски Говорит Но немножко Естественно Картавит Немножко Естественно С французским Акцентом Ну Там он Кстати В Дании Или в Швеции Вот Его значит Спросили Вот они Приехали На это Захоронение Там два Вопроса Ему задали Первый Будут ли Романовы Пытаться В какой-то Форме Претендовать На фантастические Богатства Которые у них Остались Это же Одних дворцов Там На какие-то Сотни миллиардов Долларов Надо было Объяснить Украинскому Правительству На тот момент Что они должны Передать Ливадийский дворец Ливадийский дворец И не только Ливадийский дворец Много Там всего Вот Он ответил Что Отношения Нашей семьи С Россией Таковы Что мы Не можем Претендовать Ни на что Мы можем Только молиться О Благополучии России Весьма достойно Что он при этом Думает Я не знаю Но вот Сказал так А второй вопрос Был про Значит Это Убийство И он ответил Еще достойнее Сказал Что Убийство Царя Смерть Царя Это профессиональное Заболевание Монархов И В длинной Череде Убийств Убитых королей Императоров И прочих Вождей Он не видит Никакой причины Выделять Данное убийство Но чудовищным Преступлением Является Убийство Детей И убийство Слуг И врача Это меня Вообще Поразило Чтобы в такой Момент Он все-таки Сказал Про слуг Сказал Про врача Слушайте Но Сто лет без короны Романовым Точно пошли На пользу Вне всякого Самого Ну да Остается Только пожевать Большой удачи И жизненных успехов Всем потомкам Романовых Вот Все-таки Семья С большой историей Мягко говоря Это тоже Большое спасибо Всем кто Репостит видео Тем кто поддерживает Канал материально Подписывайтесь На патреон А у нас Все как обычно Большое спасибо Леониду Александровичу Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok